Как отмечают инспекторы, большинство пожаров происходит в частном секторе. И главная их причина – обычная людская обеспеченность, что и подтвердил осмотр частных домовладений деревни Городец. Недочеты весьма распространенные – неправильное соединение электрических проводов, неисправность пожарных автономных извещателей, складирование дров возле печи. Такую картину, к сожалению, можно сейчас увидеть во многих жилых домах. А ведь это, предупреждают инспекторы, чрезвычайно опасно. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на них на территории Кобринского района с 20 октября по 20 ноября проводится республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». В рамках акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят проверки домовладений граждан. При обследовании домовладений основное внимание уделяется состоянию печного отопления, техническому состоянию электропроводки и исправности автономных пожарных извещателей. При выявлении нарушений правил пожарной безопасности к лицам применяются административные меры воздействия. Особое внимание направлено к печам и котлам. По словам пожарных, редкие из них находятся в идеальном состоянии. Здесь и засоры в дымоходах, и маленькие предтопочные листы – трещины. Это тоже проверяют пожарные. Но рейд носит характер профилактический. Протоколов не составляют. Цель рейда – не наказать, а посоветовать. Инспекторы провели инструктаж в каждом доме, вручив хозяевам памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. Особое отношение сотрудников районного отделения по чрезвычайным ситуациям – к пенсионерам, которых они знают буквально в лицо. А потому многие жители деревни Городец рады видеть старых знакомых. Мария Николаевна гостей в дом приглашает с удовольствием. Показывает свое хозяйство – печь в доме, электропроводку. Многое исправлено. Все то, что интересует пожарного инспектора. Хотя нарушения и есть, но при этом пенсионерку можно ставить пример другим. В ранней осени мы пользуемся печкой, а потом мы газ включаем, газ подведенный, котлом пользуюсь. Мы заранее очищаем дымоходы, приготовим, подкрашиваем, замазываем все, чтобы было безопасно. Нужно прочистить дымоходы, ну трубы эти. Это самое главное. Ну дальше что? Чтобы возле печки, возле плиты была жесть прибита. Дальше что еще? Скажите, а сотрудники МЧСКОМ часто приезжают? Часто, часто. Ой, молодцы. Это такие ребята. Это, наверное, от Бога они нам даны. Одинокие пенсионеры наряду с многодетными и неблагополучными семьями входят в группу риска по возникновению пожаров. Инспекторы РОЧС уделяют им особое внимание. И поэтому все проверяют тщательно, указывают на ошибки. Но если люди не могут самостоятельно решить проблему, за помощью обращаются к местным исполнительным органам. Согласно адресного плана мы каждый год оказываем помощь в замене электропроводки. В этом году помощь была оказана ветерану Великой Отечественной войны Бобрику Андрею Логовичу. На сумму более трех миллионов рублей была отремонтирована электропроводка. Также особое внимание мы уделяем одиноко проживающим, одиноким гражданам. Следует отметить, в этом году из-за неисправности печного отопления в Кобринском районе уже случилось 13 пожаров. Сотрудники РОЧС советуют владельцам домов самим проверить исправность печей и котлов. Ведь человек сам несет ответственность за свою жизнь. Рейды осуществляются постоянно и длятся на протяжении всего отопительного сезона. Лучше сегодня устранить все недостатки, чтобы завтра спать спокойно. Ведь в вопросах безопасности мелочей не бывает.